Всем привет! Вы смотрите проект Игра по-крупному. Сегодня у нас очень необычная локация. Мы находимся в булочной кондитерской грильяш в окружении всяких вот таких вкусняшек. Рядом со мной Артем, су-шеф этого заведения. Но готовить мы сегодня будем нечто другое. Рассказывай. Готовить мы сегодня будем панкейки правильного питания с творожным кремом. Давай поподробнее, что нам для этого сегодня пригодится, что мы уже приготовили. Овсяные хлопья, клубника, творог обезжиренный, кефир либо йогурт обезжиренный, яйцо, мед, орехи, соль и сахар-заменитель. Отлично! Но хочется, кстати, добавить, что продукты не обязательно должны быть обезжиренные. В принципе, если они будут около 5-7%, это нам бы тоже подошло. Чтобы не напугать нашего диетолога, который запрещает есть обезжиренные молочные продукты. Начнем, наверное, с чего? Почему мы вас сегодня позвали сюда? Есть куча ограничений. И я кому-то что-то должен, и я кому-то чем-то там обязан или как-то я должен поступить. И вот мы вот с этим живем. Буланова Александра. Просто исходя из показателей этой недели. Да. Я прямой. Да, у меня был косяк. И привес. Никто, кроме нас самих, не изменит нашу жизнь к лучшему. Но нет ничего страшного в том, чтобы спросить совета. А еще куда лучше вдохновиться чьим-то примером. Да, я полностью согласен с вами. В жизни должен быть, кроме внутреннего стимула, еще пример извне. Вот, кстати, у наших участников на этой неделе такой пример был. Они посетили лекцию, одного из членов нашего жюри, Владимира Меха. Мы давай начнем с тобой, наверное, уже готовить. Рассказывай, с чего начинаем. Да, конечно. Начинаем мы с того, что мы замочим овсяные хлопья, которые были перебиты блендером. Замачивать мы их будем в кефире с добавлением разрыхлителя. Давай. А в каком количестве? Берем на 100 грамм овсяных хлопьев, чайную ложку разрыхлителя и 200 грамм йогурта. Здесь у нас 330. Выливаем где-то примерно чуть больше половины. И сколько они так должны будут стоять? Где-то примерно минут 10-15, пока мы будем подготавливать остальные ингредиенты. Отлично. Начнем, наверное, с чего? Почему мы вас сегодня позвали сюда? Ну, я как директор инбургского филиала Уфанет и как председатель жюри смотрю, наблюдаю за вами, смотрю выпуски передачи и понимаю, что чем-то, наверное, тоже могу вам помочь. Работаю в коммерческой компании, работаю 8 лет. И за 8 лет я сделал карьеру для директора филиала. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, я считаю, что есть куда расти, но, в принципе, вот, ну, результат неплохой, наверное, да? Работая в коммерческой компании, играешь по правилам коммерческой компании. Структуры коммерческие, они очень интересно работают в том плане, что нужно уметь ставить цели и достигать. А это очень тесно связано с тем, что вы сейчас делаете. Вот, мы расскажем то, какими инструментами мы пользуемся, как у нас получается достигать своих целей. Очень много людей приходят на работу и говорят, я хочу вот на ЮТВ, хочу работать журналистом. Я говорю, здрасте, пожалуйста, юридическое образование человека или мировая экономика, просто красный диплом пришел, говорит, я хочу работать журналистом. Почему? Мама сказала, я отучился, а сейчас понял, что что-то не то. Вот, то есть в жизни происходят различные ограничения, и мы с вами живем в обществе, у общества тоже есть свои ограничения, рамки там. И в результате мы вот уже немножечко себя, как бы, как я, теряем к определенному моменту времени. И вот есть куча ограничений, и я кому-то что-то должен, и я кому-то чем-то там обязан, или как-то я должен поступить. И вот мы вот с этим живем. Причем параметр, традиции какие-то, они были заданы давным-давно, а сейчас они уже не актуальны, может быть, для нас, или мы не видим в этом смысла. У вас есть мечта? У вас есть мечта? Вы мечтали когда-то? Всего каждый месяц, и мы столько мечтаем. Чтобы она не оставалась мечтой, а превращалась в цель. Мечта же тоже бывает разная там. Мечтая выспаться на этих выходных, это тоже мечта уже такая определяет. Вот я помню, когда я был таким, мне было 5 лет, и меня спрашивали Львова, О, о чем ты мечтаешь? Говорил, я хочу быть банкиром. Какие мечты у вас были? Можете поделиться? Я в детстве? Да, в детстве. Полицейские. В полицейские? Я хотел, когда подолго она... Почему? Я немножко отошла от своей мечты. Я больше тебя хотел. Летчиком мечтал покорять небо? Да. То есть мечта — это очень важно. Мечта — это тот вектор, та звезда, которая греет нас, которая дает энергию двигаться вперед вообще в принципе. Как вы мечтаете обычно? Ну, тут сказал пересмотреть. Пересмотреть, да, по-желуточку, и ты глазки закрываешь красивую картинку. Или смотреть телевизор, допустим, там что-то какое-то... Красивая картинка возникает. Да, да, да. Песни. Или в диалоге с другом, например. Да, обсуждаешь, и уже начинает фантазия разыгрываться. Запомните, когда вы мечтаете, это дает вам энергию. Мечтать нужно в состоянии счастья. То, как дети мечтают, как они живут. И мне очередной раз мы застряли на машине, толкали машину, с мужем вытолкали, и мне дочь заявляет, надо покупать вертолет. И вот ребенок, она хочет вертолет, потому что это удобно, сел, долетел у нас с мужем. Где ставить, чем заправлять. А еще дорогую, наверное. Откуда взять деньги? Не надо загонять себя в такие рамки, вот я считаю. Надо как дети. Они захотели, сделали. Кстати, вот тоже насчет, я хотел быть летчиком, но в связи с тем, что по зрению, короче, я это как бы обгубилось очень рано. А вот буквально недавно я общался с ребятами с нашего частного аэродрома. И я думаю, ё-моё, я же могу купить себе мото-тельтоплан. И спокойно летать. И спокойно летать. Я не буду не военным истребителем, но у меня будет свой мото-тельтоплан. Не ограничиваетесь. Мы снова команда или ломаемся. Отдаем момент за моментом и тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим. И пусть тогда нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и боясь. Разминку для мозга наши участники получили, но вот разминку для тела никто не отменял. Наши участники посещают тренировки с тренерами из Аликс Фитнес примерно 4-5 раз в неделю. Думаю, это колоссальный труд. Это мы тут стоим такие с тобой, готовим десерт, а знаешь, потом сколько времени придется провести на беговой дорожке из-за него. Здесь я не соглашусь с тобой, этот десерт достаточно легкий, не содержит абсолютно жиров, как ты заметила, и не откладывается там, где не нужно. Рассказывай, что мы делаем дальше. Дальше мы берем яйца куриные и начинаем их взбивать. Как это делать? Правильно. Очень много споров на эту тему всегда. Одно разбиваем целиком, а от второго отделяем белок и желток удаляем. Взбиваем на быстрой скорости с добавлением соли и сахарозаменителя. Нам потребуется где-то 4 пакетика, это 4 грамма. А мы пока посмотрим, как наши участники занимались на этой неделе. Субтитры делал DimaTorzok Александр Буланов занимается очень продуктивно, то есть он очень ответственно подходит к тренировкам и занимается примерно 5 раз в неделю. То есть это достаточно большой объем, соответственно и результат будет хороший. Прогресс меня радует, то есть достаточно хорошо. Были моменты, когда он расслаблялся, но сейчас он собрался, взял себя в руки и тренируется достаточно. Раз, не падай, не падай, не клюй носу. Два, не торопись. Красиво делай, ноги пошире поставь. Угу, поехали. Все шансы победить у нас будут. Ну, конечно, некоторые проблемы есть в области пресса, потому что, ну, все равно, в любом случае, живот он чуть мешает, он приносит дискомфорт. То есть некоторые движения в связи с этим тяжело выполнять просто. Просто ограничивает движение. Парень выносливый, сильный, здоровый, настоящий русский мужик. Впечатление рассказать? У меня безумное ощущение. Натя вообще без нареканий каких-либо занимается, она очень хорошо уходит в объемах. Будет все нормально, потому что девочка занимается шикарно, питание держит шикарно, без нареканий вообще каких-либо. Два, сто! Вообще, слов нет, одни фрюни и те высохли, в принципе. Бывает, это бывает. Янт прибывает. Молодец. Одним словом, молодец. Он меня радует. Почему многие говорят, что сейчас зачем ему уже быть в проекте, ему уже некуда сбрасывать? Сбрасывать есть, куда работать далее хочет и не хочет быть в отстающих. Мы к этому стремимся, потому что ему действительно сейчас сбрасывать вес тяжелее всех. Он пришел к своей норме и работать с ним приходится вдвойне. В идеале ему скинуть килограмм 8-9 и можно выходить на массонабор, то есть на формирование уже мышечного корсета хорошего. Проблема у нас с пузиком. Сегодня он меня обрадовал, присылает фотографию, говорит, Маша, у меня грудная плеча делится на чего, говорит, все сверху. То есть процесс идет, но проблемная зона остается, да, спинка и животик. Дыши глубоко. Давай, давай, давай. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Саша Чернейкина, в принципе, оправдывает мои ожидания. До сих пор не может никак успокоиться, дать себе хотя бы день отдыха. Я говорю, Саша, становись, ты должна отдохнуть, потому что так нельзя заниматься. Ты хотя бы раз в неделю должна полноценно отдохнуть, не ходить на тренировку, посидеть дома. Она работает каждый день, каждый день у нее кардио и через день у нее силовые тренировки. Вы знаете, как дышат собаки, так, как я? Это неправильно, естественно. Ну, учитывая то, что наш проект достаточно короткий по времени, поэтому, конечно, надо постараться выжать максимум. Но, естественно, мы не должны навредить здоровью. На этой неделе я все-таки ее уговорю, смогу ее убедить в том, что нужно будет отдохнуть. Приходишь домой, заходишь. Так дома, как в районе, никогда не было. Лопатки свожешь друг к другу и вниз тянешь. Ну, я не знаю уже как. Вот, туда, вниз. Спину прогни. Прогни. Опускаем на середину груди. Вдох, выдох. Чуть шире возьми. Вдох, выдох. Плечи держи. Вот. Вероника же, как раз-таки, в свою очередь, пока что немного меня расстраивает, потому что еще не вошла в колею. Может быть, войдет, может быть, еще надо время, чтобы разогнаться. Есть косяки по посещаемости. Не на всех тренировках она у меня была. Не на все кардио тренировки она приходит. Ну, по крайней мере, я ее не видел. Она не говорила и не врала, что приходила хотя бы. Я думаю, что надо ей все-таки взяться посерьезнее за это. Дисциплину надо подтянуть. Касайся степа. Стоит, он стоит там. Касайся. Пять, восемь, девять. Девять. Три, пять, 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 четыре. Давай, 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 давай. Я думаю, она хорошей получила пиночек под попу. Пишет, спрашивает, интересуется, приходит на тренировки, выполняет все молча, смирно, как положено. Маша взяла себя в руки и ходит достаточно активно. Замотивировала. Исключение из проектов. Главное, чтобы не переусердствовать. Это тоже плохо. Тело не успевает восстанавливать, соответственно, они не смогут дорабатываться полноценно. Кстати, наши участники уже стали настоящими асами правильного питания, у которых даже уже можно чему-то научиться. Почему? Потому что еженедельно они проходят личные коллективные занятия с нашим диетологом. И на прошлой неделе они даже сами организовали ПП-пикник. Интересно было посмотреть на это. Давай посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока не упал? Субтитры создавал DimaTorzok Рыба полчаса готовит. Итак, кто меня догонит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну это же должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну как бы если в идеале, то мы готовимся к холодной ночёвке. Мы поставим сейчас палатку. Вот. Сейчас собираем печь. Буржуйка такая. Современная. Нано. Нано-буржуйка. Маш, мы ползком там. Да, я ползла последние 10 метров. Максим, дай бог здоровья. Ты такой молодец. Господи, такой организатор это. Молодец, правильно. Мы подождём, а тренировка нет. Кажем на по тарелке. Офигеть. Офигеть. Я просто уже надышалась. Ребята, столько белка. Буржуйка и омега-3. Как раз ужинка достала. Класс. Прям капуст. Максим, привет. На, 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 передавай. Маптики. А, девочки. Девочка моя. Девочка. Скумбрия это очень полезная рыбка. В ней много белка. Практически, не практически вообще нет углеводов. И она достаточно жирная. Но жире это полезно. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Омега-3. Модное сейчас слово. Поэтому скумбрия это изумительный ужин. Вообще всем рекомендую хотя бы раз-два в неделю употреблять. Рыбу я ем впервые вот такую. Ну вот именно горячего копчения. Да, свою. Это вообще неописуемое. Пуснятина жирненькая. Во-первых, мясо вечером, рыба. Все как бы у нас ппшное. А кто решает, кому покидать шоу и по каким критериям? Ну, главный критерий это, конечно же, вес. Тот вес, который участники потеряли за неделю. Но не это самое главное. Члены нашего жюри смотрят на все. На то, как наши участники поработали в течение недели. На то, как они замотивированы дойти до конца. А что на этой неделе обсуждали? Давай я для начала расскажу тебе о самих членах жюри. Ну, а потом мы уже перейдем к их встрече. Мария Леглер. Главный тренер нашего проекта. Инструктор тренажерного зала «Алекс Фитнес». Стаж работы более 4 лет. Выступающий атлет. Инструктор международного класса по кроссфиту. Участница чемпионатов Азии по бодибилдингу и фитнесу. Маша готовит девушек к соревнованиям по фитнес-бикини и позированию. А также тренирует троих наших участников. Хедлайнера Максима Федорова, Катерину Котлярову и Надежду Алламанкину. Александра Яковлева. Медицинский консультант по питанию салона красоты Людмилы Краус. Диетолог проекта – это человек, который в прямом смысле этого слова разрешает или запрещает что-то есть. Александра постоянно находится на связи с нашими героями, отслеживает их рацион и дает советы. Именно она первая узнает результаты еженедельного взвешивания и оценивает вес героев. Субтитры создавал DimaTorzok Это новое направление в индустрии питания – булочная кондитерская грильяж. Концепция булочной кондитерской была построена на качестве продукта, натуральных ингредиентах и, соответственно, очень много ручной работы. В нашем ассортименте вы сможете найти хлебобулочные изделия, различные сорта вкусного хлеба. Также вы можете купить шикарные торты, различные мелкие пирожные, макаронс, капкейки. Булочная кондитерская грильяж – это целая сеть магазинов, располагающихся в крупных торговых центрах города Оренбурга. Есть островного типа магазины, а есть те, в которых вы сможете купить и попробовать продукцию непосредственно на месте. Ну и, естественно, чай, кофе – всегда пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Владимир Мех – директор Оренбургского филиала компании Уфанет. Владимир считает, что у развития нет границ, но в каждом человеке живут блоки и страхи, которые мешают осуществлять свои мечты. Творческий подход, желание развиваться и делать это в компании своих друзей объясняет успеху Уфанета. Именно этим рецептом Владимир делится на проекте. Олеся Чайка Психолог проекта Тренер Человек, который позволяет нашим героям поверить в себя, узнать свои страхи и комплексы. Работа с людьми с излишним весом для нее не впервые. В программу ее работы входит курс по снижению веса. Психолог нашего проекта помогает поставить цели и мотивирует участников не останавливаться на достигнутом. Здравствуйте! Сегодня мы собрались, чтобы в очередной раз исключить из нашего проекта одного из участников. На этой неделе у нас абсолютным лидером является Максим Федоров. Зрительское голосование показало, что иммунитет у нас у Марии Пилипчук и также в лидерах у нас Александра Чернейкина. Предлагаю членам жюри обсудить остальных участников. Давайте, наверное, начнем с Александра Буланова. Ну, у Александра сегодня первый раз за все время проекта не очень хороший результат. Он добавил 100 грамм. Ну, то есть можно считать, что у него вес не изменился. Я слышала, что он теперь по два раза в день стал ходить, тренироваться. Возможно, идет стрессовая реакция организма. То есть я с ним этот момент обсужу, что нужно немножко помягче. А давайте теперь поговорим о Надежде Алламанкиной. 1,4, 1,5 килограмма. Хороший ответ. Вы знаете, Надежда пришла. У нее небольшой такой ступор. Она что-то стала в себе сомневаться. У меня не получится, я не смогу. То есть мы с ней отработали. В принципе, она с позитивом ушла с консультацией. Я надеюсь, что вес начнет двигаться. А Екатерина Котлерова к вам приходила? После той передачи последней я не ожидала. Она прям взялась бурно за себя. Прям настойчиво стала работать над собой. Ну и, соответственно, видим уже по весу. Вес у нее пошел, да. И она задавала еще дополнительные вопросы после той программы. А что с тренингом? Кстати, да, она очень оживилась на тренировках. И в обсуждении тренировок она очень оживилась. Я думаю, на нее подействовало. Спасибо Ларисе. Спасибо Ларисе. Да. У нас еще на повестке дня, получается, Вероника попала? У Вероники привес. То есть она 700 грамм скинула на прошлой неделе. И их же 700 грамм она и вернула. Она грешит на свадьбу подруги. Но мне кажется, что где-то она все-таки не дорабатывает. Потому что если у человека все выстроено, в принципе, в любых условиях свадьбы, юбилеи, корпоративы он может сохранить результат. Мы это видели на наших ребятах, да, когда были новогодние праздники. А вы что скажете? Я вижу ее в зале. Я разговаривала с тренером недавно, с Маратом. Он, например, не понимает, зачем. Ну, зачем ей проект? То есть она, да, она тренируется. Она тренируется, как обычный обыватель тренажерного зала, которому не нужен, в принципе, выигрыш. Не совсем важно участие. Она веселая, она интересная, с ней очень интересно пообщаться. Но общение общением у нас все-таки проект. А мы тем временем давай не будем расслабляться и продолжим готовить наш десерт. Что у нас дальше? Да, конечно, давай продолжим. Далее мы смешиваем нашу яичную массу с нашей овсяной массой. Отлично. В получившейся массе добавляем творог. А творог мы берем совершенно обычный, простой, из магазина. Да, конечно, творог подходит для выпечки любой. Главное, чтобы он был свежий и крупнозерновой. Вот, кстати, еженедельное взвешивание. Тоже то еще испытание для героев. Да уж, представляю, как они волнуются. Но все отлично проходит под чутким руководством наших профессионалов. Каждую неделю наши участники взвешиваются у диетолога. В одно и то же время, в одном и том же месте. 95,9-95,3-200 грамм. Это получается минус 1,4. Я хочу гуляшка. Я хочу гулять, я говорю, не обличився на них. Сейчас главное, не стиралочка с черными. Субтитры подогнал «Симон»! Эти данные в том числе ждут и члены нашего жюри, чтобы вынести свой окончательный вердикт. Ну да. Ну давайте тогда проголосуем. Исходя из результатов прошедшей недели, я свой голос отдаю за Веронику Попову. Потому что минимальный результат, минимальная мотивация. Очень непонятная ситуация, на самом деле, зачем человеку. У нас сегодня отсутствует Владимир. Свой голос он отдал за Буланова Александра. Просто исходя из показателей этой недели, так как Вероника Попова у нас новенький участник, отдали участнику следующему по отвесу минимальному. Тяжелые перед нами выборы, стоят и задачи, но деваться некуда. Это игра, это проект. И я свой голос отдаю за Максима Федорова. Потому что я считаю, что он целеустремленный, самодостаточный человек. Все, что он хотел взять от проекта, он уже взял. У нас очень интересная ситуация. У нас получается три разных голоса. Один голос против Вероники Поповой, один голос против Александра Буланова и один против Максима Федорова. Александра. Решающий. Максим и Саша, они, конечно, трудяги. И я считаю, что они достойны, по крайней мере, на этой неделе остаться в проекте. Мы создали все условия для того, чтобы человек показывал, пусть небольшие, но все-таки результаты. Поэтому я считаю, что проект на этой неделе должна покинуться. А мы давай расскажем нашим зрителям, что мы делаем дальше. Наша смесь для панкейков уже готова. И мы можем приступить к выпеканию их. Выпекаем мы их на тефлоновой сковороде с тефлоновым покрытием, абсолютно без масла. Это только на тефлоновой сковороде можно сделать? Я думаю, что можно и на обычной, но лучше, конечно, на тефлоновой. Наверняка не пригорит, не прилипнет. А участники все это время сидят и ждут решения жюри? Да. Наверное, это очень волнительно для них. Им и самим приходится нелегко. Но это же игра, и в ней, к сожалению, все должно быть по правилам. Ребята, а вы сами как считаете, кто должен сегодня уйти? Никто, потому что мы должны сегодня уйти до конца. Это игра, это проект, вы же понимаете, что останется только один. Если повезут, то я из него, конечно. Если играм, я там. У тебя мало. Катя, а ты как думаешь? Ну, в прошлый раз, когда я ушла, ну, это был конкретный пинок, такой стимул, чтобы начать еще больше работать. Ты думаешь, что должна уйти ты? Может быть так, по-общему, если считать, как бы ответственно. Маша дома два насмотрелась, что никто не уйдет. Я не хочу уходить, я не хочу, чтобы кто-то уходил. Ну, а мнение свое у тебя какое-то есть по поводу, вот реально, если смотреть на вещи? Ну, реально у меня есть, но я не хочу его озвучивать. Ну, даже если я уйду, то есть я... Все равно я буду работать. Да? То есть я для прямой, да, у меня был косяк, и привес. Голосование у нас в этот раз было довольно-таки интересным, но недолгим. Голосы разделились, у каждого из членов жюри есть своя точка зрения насчет того, кто должен уйти. Но на этой неделе, несмотря ни на что, несмотря на какие-то поблажки, нас покидает Вероника Попова. Я считаю, что у всех прекрасные результаты, а Кате это больше нужно. Я думаю, что... Я догадываюсь, что между Катей и мной. Вот, Кате это намного больше нужно. Я просто уверена, что у меня будут шикарные результаты. Я его очень во всех полюбила, вы такие здоровские. А у меня летом свадьба, я буду так же ходить, худеть. И я безумно рада, что я попала в этот проект, что это огромный опыт. У всех у нас, у тренера твоего, у диетолога, у психолога, получилось направить себя. Огромное-огромное спасибо, да, это просто супер. Я желаю тебе не сворачивать с этого пути, на самом деле. Я не буду. Молодец. А мы проследим. Уйдёмся, мои пухлики. Они пухлики. Ожидала. Привес в 700 грамм. Конечно, это много. Этот проект мне дал уже всё, что мог. Дальше только дело за мной. Друзей я, которых я приобрела новых, я не теряю. С ребятами я буду общаться дальше. Также я буду общаться с диетологом. То есть, консультироваться я в любой момент могу. Также я буду ходить в Алекс Фитнес. Заниматься. Ну и потом у меня летом свадьба, а мне нужно будет прийти. Вы говорите, у меня есть цель. Ну вот мы практически приготовили уже наши панкейки. Что-то мы ещё будем добавлять туда? Да, сейчас нам ещё нужно будет сделать крем творожный с клубникой. И засервировать блюдо. Как мы будем делать крем? Для крема нам нужно взять творог. Оставшийся, видимо. Оставшийся творог. Свежая клубника. И добавляем столовую ложку мёда. Насыщенная у участников жизнь. А мы почти закончили наше блюдо. Осталось засервировать и съесть. Отлично. Давай тогда напомним, наверное, нашим зрителям, что нам потребовалось для приготовления этих прекрасных панкейков. Для самих панкейков нам потребовалось овсяные хлопья, перебитые в блендере, яйцо куриное, творог, сахарозаменитель, соль и кефир. Отлично. Из чего мы готовили крем? Крем мы готовили из творога, свежей клубники и ложечки мёда. Далее мы начинаем сервировать. Берём тарелочку. Начинаем выкладывать. Я предлагаю этот десерт подарить одному из наших... Участников? Нет, я предлагаю подарить её одному из наших зрителей. О том, как заполучить это сладкое чудо, вы узнаете из нашей группы в социальных сетях. Поэтому следите за информацией и не пропустите. А мы тем временем продолжаем, да, рассказывая, что дальше делаем. Выложили один. Сверху укладываем крем. Ещё один. Следует ещё крем. Можно положить свежие клубнички в середину. Как тортик? Только низкокалорийный. Вы смотрели телепроект «Игра по крупному первое в Оренбурге реалити-шоу» о похудении и здоровом образе жизни. Тебе, Артём, спасибо за этот прекрасный мастер-класс. Спасибо вам. До свидания. Питайтесь правильно. Пока-пока. Читайте о нас на сайте главного информационного агентства Ре-56. Дополнительная информация в группе проекта. Образ ведущей создан салоном красоты Людмилы Краус. Одежда ведущей – «Путик Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова